Здравствуй, чужая милая, да, что была моей. Здравствуй, чужая милая, то ли ещё будет, у леса на опушке, малиновка, а я лягу-прилягу – это лишь несколько шлягеров на музыку легендарного композитора Эдуарда Ханка. Его песни есть в репертуаре Аллы Пугачёвой и Льва Лещенко, коллективов Песняры, Сябры и Верасы, Десятки Побед на Песне Года и Заслуженная Любовь Миллионов Людей. Народный артист Беларуси редко бывает в Бресте, но в канун своего юбилея не смог не приехать в город, где прошли его детство и юность. Брест настолько изменился, что я сейчас ехал сюда, да, я вообще не понял, как я еду, понимаете, хотя я здесь всё исходил в своё время. Мало того, я даже сюда в школу заходил только с другой стороны, понимаете, а вот то, что я увидел по бульвару космонавта, это вообще совершенно, потому что очень многие дома, они были же старыми, а потом их реконструировали. Чувствуешь, как в Нью-Йорке где-нибудь. Эдуард Семёнович является примером целеустремлённости. Как нужно идти к своей мечте, несмотря на трудности, преграды, бодрость, духа сохранять, верить в мечту. И сегодня мы проводим такую традиционную встречу в рамках 50-летия его творческой карьеры. Эдуард Семёнович приехал с супругой Евлалией Ивановной, которую также встретил в Бресте. И вот через год они отметят бриллиантовую свадьбу 60 лет. На встречу с учащимися родной школы привёз также свою новую книгу «Исповедь композитора» – воспоминания о молодости и песню про родной Брест. Книга, значит, вот о чём. Во-первых, это биография, это, в общем, рассказ о себе, о том, что вот и Брестский период, и я же жил на Колыме, извините. И в тот трудный период, когда на Приске я жил, на Золотоносных Присках, у меня отец был замначальником Приска. И когда кончалась там лапша и прочее, оставалась икра красная, икра черная, и крабы. Представляете, да, больше ничего. Поэтому я пережил такой веселый период. И потом, как я поступал в консерваторию, как я поступал туда, так как я уехал, 12 лет прожил в Москве. Мне бы съездил, но в Брестах осталась молодость моя. Сегодня знаменитый композитор музыку пишет исключительно по поводу и на заказ. Одна из них по личному запросу президента России ежегодно звучит на параде в честь 9 мая. За неё же артиста удостоили российского гражданства. Но и от белорусского он не отказывается. А песни маэстро и сегодня, несмотря на разницу эпох, в современном прочтении звучат по-новому и дают вдохновение самому автору. У меня сестрёнки нет, у меня братишки нет. Говорят, детьми хлопоти в право рот. Для меня большая честь присутствовать сегодня на этом мероприятии. Очень приятно, что Эдуард Тиманович является выпускником нашей седьмой школы. Это действительно просто невероятно. И я очень горжусь тем, что знаю этого человека и теперь лично познакомилась. Я знаю многие его композиции, такие как «Самурай», «Малиновка». Действительно, эти песни являются очень популярными. И я пришла сюда, потому что это огромная честь познакомиться поближе с таким человеком, с его творчеством, прикоснуться к тому, что он творит уже на протяжении многих лет. Очень тепло и по-доброму композитор отзывается и о мэрии города Александре Рогачуке, с которым удалось обсудить множество совместных планов. Мне кажется, что мы друг друга чувствуем тепло. Знаете, вот бывает, что с кем-то у вас не связываются отношения, да, вот как-то, а с ним складываются отношения. Вот, и чайку попил, естественно. Поэтому, нет, мы говорили о разных вещах. И я ему предложил, и, кстати, он согласился ему делать, чтобы сделать здесь такие вылазки. Вот в мае мы, возможно, сделаем по школам. Меня интересует в университетинституте, потому что меня молодежная аудитория сейчас очень интересует. Но и это еще не все. Ведь самый большой совместный сюрприз останется на День города. Мы о нем непременно узнаем. Но это будет уже совсем другая история. Продолжение следует...